Всем привет! Челябинские интерьеры настолько суровые, что про них рассказывают не только дизайнеры, но и сами хозяева интерьеров. Приятного просмотра! Всем привет! Меня зовут Анастасия. Добро пожаловать в наш дом. Мы находимся в городе Челябинске в жилом комплексе Ньютон. Это наша квартира площадью 83 квадратных метра, в которой проживаем я, мой муж и наш сыночек. Основным нашим пожеланием для дизайнера было создать уютное функциональное пространство в светлых тонах для жизни и отдыха. В квартире очень много нестандартных и интересных решений, о которых подробно расскажет наш дизайнер Максим. Всем привет! Меня зовут Максим. Я представляю студию Hello Design. И сейчас я проведу вам экскурсию по квартире. Поехали! Изначально в квартире была заданная планировка. Она была весьма удачная, но задачей было создать один персональный санузел, один общий и одну большую персональную гардеробную. Кроме этого, в квартире есть большая кухня-гостиная, две спальни. Одна спальня хозяев, вторая спальня для ребенка. Сейчас мы находимся в зоне прихожей. На стенах мы использовали керамогранит с декором под мрамор статуарио. На полу также применили теплый пол. Очень переживали, что из-за такого светлого керамогранита будет видно грязь и вообще это будет непрактично. Но, как оказалось, наоборот, в плохую погоду. Теплый пол работает и вся грязь быстро высыхает и на самом деле абсолютно не видно никаких капель никаких разводов. Просто достаточно один раз протереть и все. Также в прихожей есть удобный консольный стол и большой шкаф для верхней одежды. Кроме этого, здесь есть большое зеркало с подсветкой. Мы хотели обыграть входную группу как-то так, чтобы дверь и стена были в одном стиле и в итоге решили применить фактурную штукатурку и на двери и на стене. Во всей квартире мы использовали двери в скрытом коробе с полотном под окраску. Высота дверей 2,4 метра. Из прихожей мы попадаем в гостевой санузел, в котором есть отдельная душевая, тумба с небольшой раковиной, унитаз, полотенцесушитель и гигиенический душ. Здесь мы использовали черные детали, черные аксессуары и черную сантех арматуру. У нас с левой стороны для того, чтобы не видно было и в глаза не бросалось, мы сделали вот такие вот полки вот с подсветкой и получается, что когда ты заходишь в санузел, ты как бы это не видишь, а уже когда принимаешь душ, то можешь воспользоваться. На потолке и на полках мы применили вот такую подсветку, теплый свет и на самом деле в вечернее время очень эффектно это смотрится и создается такое ощущение, как будто бы ты в каком-то отеле. Из прихожей мы попадаем в помещение кухни-гостиной. Кухня-гостиной занимает около 35 квадратных метров. Здесь есть кухня, кухонный остров, обеденный стол на 6 персон, диван и зона ТВ. На кухне мы использовали эмаль на фасадах, фрезеровку на фасадах, вот такую имитацию винного шкафа. В островной части кухни мы также имеем два ящика для хранения посуды и самая необычная фишка, которая здесь есть. Это домик для робота-пылесоса в цоколе этого острова. Остров у нас имеет фронтальную сторону, за которой стоят три полубарных стула. Также с этой фронтальной стороны мы видим фрезерованную панель, точно такую же, как мы. В обеденной зоне находится стол на 6 персон, столешница из керамогранита. Стулья возле острова и стулья столовой зоны у нас выполнены в одной стилистике. На самом деле мы нашли просто картинку в интернете, в пинтересте подобных стульев, но они были именно вот как у столовой группы и решили, что просто местная фабрика сможет какая-то нам сделать, их долго на самом деле искали. Вот одни ребята вызвались, компания зона комфорта и смогли нам изготовить эти стулья. Стол вот довольно большой, метр восемьдесят на восемьдесят. Очень удобно, когда приходят гости, все располагаются вокруг него и общаются, и всем друг друга видно. Это такое место притяжения на самом деле в квартире, всем он очень нравится. Хотели тоже рассказать вам про вот такое решение. Начали думать, где же хранить и сушить обычное кухонное полотенце и придумали вот такое решение. Обычная штанга, которая продается много в каких магазинах. Сушим здесь полотенце и ничего не находится на виду, все минималистично и скрыто. Тоже мы такое решение применили для держателя, для полотенец. Крепится просто на двусторонний скотч и, соответственно, когда готовишь, нужно вытереть руки. Просто можно опустить немножко бумажное полотенце, оторвать и вытереть руки. Очень удобно. Зона кухни плавно перетекает в зону гостиной, в которой есть большой диван Екатеринбургской фабрики One Mabel. Мы его видели ранее в других проектах, он нам очень понравился и в шоуруме, когда мы приехали. Он именно был в сером таком цвете, очень эффектный и мы его приобрели. В зоне ТВ есть огромная зона для хранения. Кроме этого паровой камин, который является полной имитацией настоящего огня, но при этом является полностью безопасным для детей и увлажняет воздух. В зоне кухни гостиной у нас существует множество сценариев освещения. Это обычный линейный светильники, разбитые на группы. Также есть люстра над островом и много разных подсветок, каждый из которых включается отдельно. И ночная подсветка, которая позволяет не включать основное освещение, когда, допустим, проснулся ночью и идешь попить воды. На территории гостиной у нас есть длинная стена. Мы очень долго думали, каким образом ее декорировать, но в итоге вместе с заказчиком приняли решение, что мы оставляем эту стену в белом цвете и используем как экран для проектора, для дополнительной возможности просмотра фильмов. Плюс специально для этого проектора в мягкой зоне существует напольная скрытая розетка, диван можно развернуть и наслаждаться просмотром фильма. Из зоны гостиной мы попадаем на балкон. Из балкона получилась потрясающая дополнительная зона отдыха. Здесь мы разместили диванчик, два журнальных столика и два кресла, чтобы в какой-то теплый летний вечер выйти выпить чашку чая, чашку кофе. Из кухни-гостиной мы попадаем в мастер-спальню. Здесь у нас есть спальная зона, персональный гардероб и персональный санузел. В спальной зоне мы использовали современную кровать с низким изголовьем. Заказали мы ее в компании Парфы. Кровать, здесь вот борт всего 15 сантиметров. Ножки приподнятые для того, чтобы был эффект парящей кровати. И по высоте она занимает не более 35 сантиметров вместе с матрасом. Нам очень нравится такое решение, выглядит очень современно. Изголовье у кровати мягкое, что очень удобно, когда в вечернее время можешь почитать книгу, облокотиться очень мягко и комфортно. На стене за изголовьем мы использовали крупноформатный керамогранит ламином. Светильники у нас потолочные. Заказаны были на Wildberries или на Ozone. Минималистичные, тонкие. Такой скрытый свет у них. Не видно источника света. Просто для того, чтобы использовать в виде ночника и в качестве подсветки вот этой зоны пуфа. Мы где-то увидели вот такое решение, что вместо круглых тумбочек можно использовать круглый пуфик. Это гораздо дешевле и смотрится очень красиво. Они мягкие, выполненные из кожи, практичные. Нам очень нравится. Зону гардеробной мы отделили графитовым стеклом, чтобы в этом помещении было больше воздуха. Зона гардеробной встречает нас красивыми стеклянными полками с подсветкой для хранения декора и каких-то дополнительных красивых предметов. В зоне туалетного столика мы разместили пуфик. Он сделан из очень модной ткани букле. Также в этой гардеробной нам пришлось зашить колонну. Зашили мы ее точно таким же мебельным щитом, из которого сделана вся остальная мебель. А сюда мы повесили крючок для удобства создания образов. И самое интересное, что здесь есть зеркальная зона с большой зоной хранения каких-то крупногабаритных предметов. Также здесь мы разместили гладильную доску. В санузле, который расположен в спальне, мы установили ванную для того, чтобы можно было купать ребенка. Ну и вообще, в принципе, принять самим перегородку здесь для душа. Мы сделали на 60 сантиметров всего. Это сделано для того, чтобы доступ к ванне был, для того, чтобы купать ребенка, был максимально просторным. Ну и для того, чтобы не заграждать пространство, чтобы смотрелось минималистично. Сразу хочу сказать, что если у вас такая ванная единственное место приема душа, то лучше перегородку делать, конечно, шире, хотя бы на 90-80, потому что на 60, когда принимаешь душ, то капли попадают на пол, и нужно это делать очень аккуратно. Так как у нас еще есть второй санузел с душевой, для нас это проблем не составляет никаких. В ванной комнате у нас очень большая зона хранения. Например, в одном из шкафов мы поставили ящик для белья и сделали место для сушения какого-то небольшого количества одежды, когда не хочется включать сушильную машину. В качестве раковины мы установили акриловую вот такую столешницу. Это вызвано тем, что снизу у нас установлена стиральная и сушильная машина, и нужно было какую-то раковину установить над ними, который слив был бы максимально приближен к стене. Хочу сказать, что выглядит очень эффектно, но не очень практично, потому что из-за того, что слив находится к стене, соответственно, он скрыт, и когда раковина забивается, ее очень сложно, скажем так, почистить, приходится выдвигать стиральную и сушильную машину, разбирать и там уже чистить. Это вот, скажем так, единственный минус данной раковины. Сейчас мы находимся в детской. Здесь есть детская кровать, комод для хранения и раскладной диван, как дополнительное спальное место. Очень рады были показать вам наш интерьер. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok